Малыхин подключился, подтвердите, пожалуйста, мое присутствие. Да, добрый вечер, Владимир Егорович, все слышно хорошо. Всем участникам добрый вечер. Начнем, наверное, с обсуждения вкратце ролика последнего по фитомеду. Ну, а что именно я хотел бы, на чем заострить внимание? Ну, во-первых, тема не особо-то и нова, просто все новое, хорошо забытое, старое. Давно обсуждались разновидности сочетаний растительности с медом. И как-то оно забылось. И у меня просьба, у кого есть наработки по рецептуре, потому что у меня спрашивают. Я не силен, и не густо у меня по этим всем наработкам. Буду спрашивать, конечно, тоже. И я по своим связям, каналам, по друзьям. Ну, наверняка у кого-то есть тоже в пользовании. Или, может, тоже знал, знает или знал, забыли. Почему актуальной стала на сегодня тема фитомедов? Одну из причин я указал, что растительность, во-первых, намного разнообразна. Ее намного больше в плане целебных свойств. Что касается медоносных, медоносной базы, то это только цветущая флора. А лекарственные растения, конечно же, могут быть разные и нецветущие в том числе. И эффективность, преимущество, вернее, лекарственных трав, фитовытяжек в том, что у них способность транспортировать полезные вещества по организму намного активнее, то есть расторопней. А что это значит? А это значит то, что обменные процессы в организме улучшаются. Раз обменные процессы улучшаются, значит, это однозначно отображается и на крепости нашей иммунной системы. На сегодняшний день, вот год, кстати, подходит уже пандемии, на сегодняшний день, сегодня буквально слушал информацию, Около 50%, чуть меньше, в Украине уже население обрело коллективный иммунитет. Делали монитор. Люди, кто переболел, ярко выраженно, кто бессимптомно, кто так чуть-чуть, но проверяли по антителам, и у людей есть антитела. Не было еще ни вакцинации, просто те, кто попадал туда, спасали, и как могли, тем, что на сегодняшний день на вооружении в медицине. Но однозначно, патриоты здоровья и числа медиков ортодоксальных признают, что все-таки самым главным и важным фактором и основой выздоровления и выздоровления, как и раньше, является наша собственная иммунная система. Поэтому вот эти вот фитомида будут хорошим подспорьем, хорошим фундаментом для нашего иммунитета. Сейчас уже начинают подключать тяжелую артиллерию в плане того, что иммунные тела выработанные, естественно, в нас живут и активны только три месяца, полгода максимум. Ну, то есть, все склоняясь к тому, что уже готовы цистерны вакцины и встречайте. Поэтому, как бы там не было, как бы нам не помогали, не пытались помогать извне, то, что у нас сидит внутри природой дано, то является единственным самым важным фактором выздоровления и противостояния. Ну, это так, как вступительное слово. А вообще-то будем обсуждать все, что у кого есть. Вторая половина зимовки пошла. значит, хочется, конечно же, надеяться на лучшее. А вторая зимовка сопровождается второй волной похолодания. Опять вижу, за 20 показывает у нас. ну, хороший сезон. В прошлом году был и эстафету и зима приняла не лучшую, потому что семьи в зиму пошли по своей, по своему биоресурсу. Слышу сейчас отзывы довольно-таки плачевные. ослабленные у кого посыпались уже в конце осени, у кого-то сейчас идет отход. Ну, я это увязываю тем, что было плохое питание, плохой биоресурс, плохой продолжительной жизни. пчелы унаследовали от плохого без сезона по причине бескормицы, потому что из поколения в поколение все было увязано как одна цепочка филогенеза, передача вот этих вот способностей физиологических. Неслучайно упор и акцент делаются всегда весной на максимально качественное выкармливание первого поколения, потому что через маточное молочко будет передаваться состояние физиологии следующим поколениям, через выкармливание личинок маточным молочком, подчеркиваю. Если одно поколение где-то страдает, а тем более если это два, а прошлое лето было все такое никакое, значит соответственно пчела не получила того полноценного набора, что характеризует ее биоресурс, то есть продолжительность. И хорошим примером было вот у меня на пасеке молодые матки облетались никак. Да, они мед дали, три семьи дали мед хорошо и сошли в ноль нажмению пчелы и матка и три семьи на полторы рамки. То есть да, количество было, вроде как было наше смотреть, но они стали летные, поработали и сошли на ноль. Насколько это моя версия правдоподобна, не знаю, но я вот со всех сторон захожу к характеристикам и скорее всего это так и есть. Голодный год ударил по биоресурсу медоносной пчелы. Летом как-то это еще сглаживалось сменой поколений, а вот осень, зима уже показали, что и последнее поколение зимующее тоже пострадало. Ну, будем сейчас размышлять, насколько это правдоподобно может версия, может у кого-то есть другие соображения, но пока так, пока все в тревоге ожидаем облета, какими мы профессионалами не были, но зима из года в год становится для нас всех экзаменом. Мы будем надеяться, что мы его выдержим. Итак, слушаем вопросы. Владимир Егорыч, а вот вы говорите, у вас три семьи просели или слабо перезимовали, а в какой период вы маток изолировали в этих семьях? Я не сказал, что плохо перезимовали. Я сказал, дали мед и сошли на ноль. Это еще летом было. За зимовку речь не идет. Зимует пока, слава Богу. Речь идет по зимовке, то есть по лету. Летом еще начала показывать ситуация, что пчелой что-то не то. Матки, конечно, плохо обгулялись, они в какой-то степени явились причиной слабо жизнеспособного потомства, плюс кормежка плохая, и в результате получилось так, что некоторые семьи с молодыми матками дали силу, дали мед и сошли на ноль. То есть летная деятельность, биоресурс, продолжительность летной деятельности оказалась минимальная. Они сработали, принесли, и дальше уже прекратилось их существование. Называется биоресурс. О зимовке речь не идет. Зимуем пока. Слава Богу. Добрый вечер всем. Владимир Игоревич, возможно, инфекция какая-нибудь была, которая ударила по яйценоскости матки и снизила эту яйценоскость и, естественно, сошла на нет семья. Не совсем понял вопрос. Матка. Ну, уточните, пожалуйста, что вы имели в виду по матке? Матка дает яйца. Болванки, как вы говорите. если матка, допустим, молодая, но она болеет, как бы там ни старались пчелы, но она не способна так дать скоростную. И постепенно это сошло на нет. Я как раз это и подчеркнул. Матки по причине маток возможно тоже слабо жизнеспособное потомство, потому что матка может являться причиной репродукции заведомо слабого по жизнеспособности потомства, плюс бескормится. Но мы не забываем, что яйцо, я буду делать ролик по кормлению яйца, откуда уберется яйца основа внутри, питательная среда. И там будет все понятно. Оно все увязано, все увязано в любом случае кормили сам. Никто не задумался, что такое жидкость в яйце. И откуда у матки берется за сутки количество яиц по массе приравнивается к которой ее массе тела и даже больше. Потому что в яйце это маточное молочко, трансформированное железом матки. Она не в состоянии было бы такое количество яиц чисто из своего организма продуцировать по массе. Поэтому там замкнутый круг. Все увязано в возможности пчелы кормилицы. Потому что она кормит и личинок будущих пчел кормилиц в том числе и матку она кормит маточным молочком, исключительно маточным молочком. Так что как бы там ни было, но голод является основой всех проблем пчеловодства по выкармливанию, по наследственности, болезней, по появлению болезней от недокорма. А недокорма то ли кормов нет, то ли не кормились. То есть дисбаланс. Так что матка да, матка как крайне получается. Конечно она может носителем быть проблемы, патологии какой-то. Может быть конечно матка. И недоразвитые могли быть яичники у нее, функционирование самих яичников. Она сама как репродуктивный орган от того, что они по три недели не могли обгуляться, затем выскочили так, лишь бы как, я же говорю, лишь бы с кем. И соответственно и по линии самой матки тоже может быть причина нежизнеспособного потомства в лице пчел. Ну другого я пока объяснения не вижу. Ну думаю, что опять этот год будет не лучше, чем был прошлый. Мы будем приблизительно уже ориентироваться по результату. И можем делать выводы уже. Почему? Потому что год не может быть один такой, а тот сразу хороший. Приблизительно я думаю, что он будет приблизительно такой же. Да, хотелось бы надеяться на какую-то временную аномалию в лице того прошлого года. Но если к сожалению это может быть закономерностью уже связанная с глобальным потеплением, с климатическими изменениями, то конечно же тут будем ну будем глаз ухо держать востро и приспосабливаться насколько у нас хватит ума ресурсов окружающих имеется ввиду кормовой базы побольше выводить значит маток пускай пчелы сами выбирают лучших в двухматочном режиме работы ну и конечно же корма будет основа основ смотреть насколько семьи по сезону шли полноценно по развитию выкармливанию и если уже начинается наблюдаться осенние такие послабления семей значит не гнаться за количеством лучше пускай будет их меньше но наверняка перезимуют это давно философия существует в практическом пчеловодстве сколько я и занимаюсь казалось бы еще в те времена при нормальных условиях климатических нормальной кормовой базе но все равно наука утверждала закрепленная практикой пускай лучше это будет семья сильная наверняка перезимует она же является автоматически это сильная семья и профилактикой заболеваний чем погнаться за количеством и погибнет и та и та или же в лице одной объединенной они выживут ну а сейчас это может быть тем более как никогда актуальным так кто-то включился и почему-то молчит так мастер модератори ребята помогите человеку выйти в эфир в чем причина молчания нечего говорить некому или может что-то со связью у меня ну со связью у вас все в порядке скорее всего нет вопросов ни у кого попробую опять пробиться мастер как слышно меня все хорошо вас слышно слушаем давайте дальше как вы говорите следовать логике то есть у многих семьи прослабленные пошли то есть по 3-4 рамки от весной мы будем выходить еще меньше количество пчел посоветуйте как более грамотно теперь поступить в связи с такой ситуацией ну я думаю выход будет единственный понятный пчеловод любой ценой захочет сохранить вторую плодную матку для того чтобы сохранить вторую плодную матку и максимально полноценно взять старт конечно это будет двухматочное развитие но при таких слабых семьях и наличии двух плодных маток возможность пока откладывать яйца дать одной матке хотя бы до смены первого поколения второй матке через разделительную решетку их объединит соответственно по весне по общим правилам должны вы знать уже эта тема обсуждается давно и везде на всех роликах и форумах вторая матка через разделительную решетку на одной рамке медовой там с небольшим количеством ячеек пускай будет находиться с каким-то количеством пчел создавать видимость активности будет начинать сезон с яйцекладки а основную силу вот этого двух объединенных уже отводков их назовем потому что раз по силе они пошли уже незначительные значит пускай эти объединенные две семейки сила кормилец сработает на выкармливание яиц и поколение первого от одной матки затем выходит молодое поколение первое тогда уже можем рамочку дать расплодопечатного второй матки и постепенно ее запускать уже в работу дальше то есть семью в двухматочные называется режим сдерживания это касается основы технологии это двухматочное содержание потому что из года в год семьи ну не не радуют нас по силе по две и по три бывает приходится сбрасывать для того чтобы весной видеть хоть что-то похожее на семью так что вариант только такой две в одну двухматочный режим и сдержанная сдержанная ситуация понятно спасибо на этот вопрос ответ понятен задам пока все молчат второй вопрос на тему употребления пчелиного подмора то есть а как насчет употребления живой пчелы то есть минуя настойку минуя все то есть есть же альтернативное применение восковой моли то есть я сам не распробовал восковой моли личинку то есть вкус спелого ореха такого молоденького то есть как вы к этому относитесь то есть как бы зрелую пчелу живьем ну понятно обездвижить ее и употреблять живую минуя спиртовую обработку ну если азиаты скорпионов едят что бы нам пчелу не попробовать есть единственное вопрос резервуара это жало там два резервуара яда как организм человека среагирует на сам этот яд а насчет личинок да личинок восковой моли живых и я употреблял без проблем когда снимаю утепление осенью перед холодами чтобы там восковая моли не заводилась до холоду ну все в роликах смотрели снимаю специальное утепление и как раз там личинка какая есть по размерам где-то сантиметр полтора я ее живьем без проблем причем так до десятка как минимум как попадается я думаю что и насекомые кстати самый высокоэффективный протеин это перепончатокрылых насекомых в том числе и медоносная пчела я не думаю что будет хуже выглядеть единственная проблема вот с ядом я же говорю как с ядом будет обстоять дело вытаскивать это жало вместе с ядом да может и кишечник а так я не вижу логика подсказывает что это что-то должно быть нормальное нормальный подход но когда мы употребляем подмор там же весь яд остается он как в измененном виде получается остается вместе с жалом и там же количество пчел все-таки пико или в живой пчеле употребление живого яда это другие дозировки будут более какие-то резкие сильные если вы имеете ввиду настойку водочную на пчелином подморе то там мелитин нейтрализуется алкоголем полностью все 100% даже крепость 25 градусов спиртовая нейтрализует спирт яд белок мелитин низкомолекулярный белок мелитин поэтому там совсем другая картина а тут мы живую все целое оно все живое в том числе активен яд понятно то есть именно яд является препятствием употребления живой пчелы то есть его надо удалять и как белково-хитиновая подкормка для себя вполне приемлемо получается да скорее всего ну так по логике пока мы логически мыслим я думаю что проблему может вызвать в живом применении пчелы употребление вовнутрь только вот сам яд если ужаление дает проблему то вовнутрь ну я не знаю не рискну понятно большое спасибо Владимир Егорович добрый вечер Владимир Томас Коберс у меня зимуют вместе два отводка по три рамки то есть они получается на шести рамках сейчас сидят значит когда придет весна я один отводок планирую поставить на одну семью а второй отводок поставить на вторую семью в связи с этим у меня вопрос к этим отводкам из более сильной семьи надо рамку с пчелами будет добавлять или оставить их на своих рамках вся сила должна быть сконцентрирована и сосредоточена на одну матку затем придет время выйдет обновиться первое поколение выйдет вы будете видеть картину по увеличению мало ли может зимующая пчела отойдет бывает такое что вырастили поколение и отошли происходит на глазах взаимозамена поэтому будете смотреть по силе если хорошо проходит процесс выкармливания и вышла молодая пчела и сохранилась еще старая значит вы слабому отводку вверх будете давать по рамке или там сбоку если это лежак будете давать по рамке печатного расплода и контролировать уже по верхней матке по этой свободной даже бывают такие ситуации когда объединяют две средние семейки двухматочные две средние их объединили они стали общей семьей но вверху четыре допустим и внизу вверху более комфортное положение по воспитанию расплода и по микроклимату поэтому вся пчела может уйти вверх к той матке для этого оставляют две рамки максимум расплод пока рамки медовые там полумедовые верхние матки а всю пчелу даже две рамки забирают и от верхней если от отводок был просоединен или вторая семья даже забирают и пчелу у того верхнего отводка все я же говорю сосредоточить на одну матку потому что двухматочный старт у слабых семей очень часто может быть чреват последствиями в виде какой-то болезни расплода две матки пчелы зимующей на выкармливание мало а те как с пулемета строчат а тут еще и зимующая пчела сама по себе возможно была недокормлена в лице кормитой личинок то есть жировое тело было недостаточно полноценно накоплено и получится от получаемого желаемого результата от получения желаемого результата мы вот можем получить вот такую неприятность в виде болезни поэтому слабую насильную все отдали сильной семье после первого поколения вам картина будет ясна давать ли на расширение второй матки этот режим только что я объяснял коллеге режим сдерживания никуда не денется сезон только начинается не спешите она верхняя матка рванет так что вы потом на ней еще отводок будете делать первую на ней из этой двухматочной так что все постепенно плавно и разумно это значит получается что нижнюю матку мы из изолятора выпустим а верхнюю оставим пока в изоляторе до тех пор пока не будет печатного расплода внизу нет нет конечно же пускай работает и вторая вверху не каждый пчеловод решится когда внизу матка работает это вверху еще держать в изоляторе это я держал первые годы когда делал эксперимент я в одном гнезде держал в изоляторе то есть одна работала уже по поясокладке матка а вторая семейка была слабенькая вторая сидела в изоляторе на второй улочке сидела самая дольшая одна месяц и 4 дня 10 было маток 10 семей экспериментально после появления первого поколения начали маток бросать это если была очень слабая семья одеваться некуда было маток жалко поэтому вот такой эксперимент а если семейка более-менее вверху вы через разделительную решетку формируете отделение уже для второй матки верхней пускай она ходит пускай уже начинает показывать что она матка там феромон свита будет потихоньку образовываться но возможности по полноценной репродукции ее потому что она способна дать мы ее пока ограничим не даем потому что не знаем какая будет картина от воспитания зимующей пчелой первого поколения я перед этим сказал может просто произойти взаимозамена пчел бывает такое пчеловоды наблюдали по практике вроде сильно-сильно было насеяли воспитали выкормили открываешь печатный расплод и молодая пчела на рамках летной ноль то есть зимующей поэтому остается уже ну не знаю может еще не аксиома но то что я вот вам сегодня обсуждаем вот дважды повторяю не спешите запускать обе матки сразу в одинаковую активность режим сдерживания впереди еще будет роевая пора а это придержанная семейка матка вверху как раз и будет как находка вот эту роевую пору семья может проскочить даже со старыми матками роевую пору потому что из нижней матки пойдет к верхней молодая пчела разгрузится нижнее отделение а верхнюю помогут этой молодой пчелой для активности той матки и сам по себе двухматочный режим ну кто пробовал знает ему достоинство и цену так что любая любая ситуация по весне то ли две слабые то ли сильная слабая все решается вот таким вот способом режимом сдерживания в двухматочной теме спасибо а если применить тепловую подкормку на основную семью все-таки даем дополнительное тепло разумное тепло поддерживающее то есть им меньше тратить жизненной силы меньше силы тратить на подогрев то есть это никак не повредит это может знаете как повредить если слабую семью стимулировать вот такими вот созданием тепличных условий то насеет матка мы простимулируем матку микроклимат вроде хороший матка насеет больше но кормить будет зимующая пчела вы понимаете зимующая пчела с ограниченными возможностями по выкармливанию по выделению маточного молочка а если перги не будет она еще будет компенсировать белок отсутствие перги тоже белком маточного молочка если уже стимулировать то при наличии перги в рамках и сильная семья стимулировать можно подогревать сильную семью и стимулировать а потом уже ее использовать вернее рамки печатного расплода у этой сильной семьи раскачанной подогретой рамки как донора на слабые там какие-то еще семейки. А так я бы не советовал стимуляцию, тем более, что стимулировать пчеловоды почему-то стараются именно от слабеньких. Она будет тратить меньше энергии, но она меньше будет энергии, возможно, тратить какую-то там калорию меньше на создание микроклимата, но кормить-то она должна из своего жирового тела, вы понимаете, из собственного, выделять тоже молочко. Тратить этот белок запасу жирового тела. Хороший микроклимат только простимулирует яйцекладку матки выше. Тут не хватает силы выкормить без стимуляции то, что матка насеет, а мы еще простимулируем, она насеет больше. И все, на ровном месте можем получить проблему. Поэтому я против, категорический противник любых стимуляций, кормовых, тепловых, потому что именно зимующие пчелы, в крайнем случае сильную семью и при наличии белковых запасов, тогда да, тогда она оправдает. Потому что и болячек не будет, и как донора можно безболезненно использовать в виде печатного расплода эту семью для подсиливания там, слабышей каких. Понятно, спасибо. То есть, заморышей лучше тогда объединять, если уже подогревать, то надо, чтобы крепче были стартующие пчелы. Понятно, что надо кому-то кормить. Так, коллеги, молчим. Погода поменялась, все уже в облётах были, все уже готовились к ревизе весеннее. Тут на тебе поменялась, погода похолодала, и желания, и темы пропали, да? Давайте не скромничайте, есть что обсуждать. Вам бы Малыхин рассказывал, вы только ли слушали. Но я уже, вы поверьте, до тупени дохожу говорить одно и то же постоянно по 150 раз. Поэтому хватает меня только на отвечать на вопросы. Так что, задавайте. Добрый вечер. Я хотел задать такой вопрос. Может быть, конечно, простой вопрос, но вот мёд, как вообще правильно его кушать, чтобы получить максимальную пользу от мёда? То есть, в каких количествах и в каком виде его лучше употреблять? На сегодняшний день самый эффективный способ приема мёда по медицинским утверждениям это чайная ложка мёда на стакан воды. Что получается? Получается раствор, который по своей физиологии приравнивается по усваиваемости к грудному молоку. Это раз. Это в то же время структурированная жидкость. Получается автоматически. Не знаю, как это было вычислено, но не моя тема, вернее, не мои заключения. за что купил, за то продаю. Чем ценна структурированная жидкость? Тем, что у нас все внутренние органы в организме человека подвешены, как игрушки на ёлке. И от того, насколько будет бластерные цепочки структурированной жидкости в натяжке, у нас, соответственно, будут так держаться и внутренние органы, и, соответственно, так они будут, короче говоря, вся эндокринная система, железы будут так же работать. Поэтому потребление на сегодняшний день мёда вот в таком режиме. 30% раствор считается. Не знаю, почему 30% чайная ложка на стакан воды. Ну, по чему они там считали? По молекулам, может, мало ли. Но именно считается такой. Раствор самый эффективный, самый полезный по усваиваемости и по ценности. Сколько раз в день, ну, тут уже, наверное, будет каждый по своим, на своё усмотрение. Ну, минимум, один раз, конечно же, с утра на тахщак. А ещё хотел такой вопрос задать. Это пчелиные ужеления. Вот пчеловода пчёлы жалят. То есть, вот эти ужеления, они полезны или вредны? Если полезны, то вообще, ну, какая-то норма есть вот этих ужелений? То есть, что сверх какого-то количества это уже вредно, допустим? Ой, ну, интересные вопросы, конечно. Ну, вот в моей семье одна пчела едва не стала причиной гибели моего близкого родственника, моего отца. Одна единственная пчела, анафилактический шок, высшая форма аллергии, гранищащая с летальностью. Кому-то нужно десяток, полтора-два, чтобы радикулит вылечить, на суставы ставят. В общем, настолько индивидуальная эта тема, есть специалисты у нас узконаправленные по эпитоксинотерапии. Они хорошо осведомлены, как проверить безболезненно, безвредно реакцию организма потенциального пациента на аллергию, и затем уже приступать к лечению или не приступать. То есть, серьезная тема довольно-таки. Одного может убить, а другому нужно десятки, чтобы вылечить. В принципе, откуда я пошел принцип королей начинать с капли. Любую процедуру, любое лекарство, любые настойки начинать с капли. С капли. Каждого разной физиология. И всегда вспоминайте пчеловежаление, именно эпитоксинотерапию. насколько мы по своей физиологии все разнимся. Кому-то это будет лекарство, для кого-то это может быть даже уже не жизнь. при работе с пчелами все-таки я пчеловод уже больше 10 лет. Меня жалит, в принципе, нормально организм переносит. Чуть припухнет, проходит. Но стоит беречь с этих укусов или все же стоит допускать, чтобы жалили пчелы. 10 ужалений в день меня может ужалить. Я не чувствую этого. Но это полезно или стоит все же беречься от этих укусов? Вообще-то я вам скажу не злоупотреблять. Вы посмотрите тематические фильмы зарубежные как работают с пчелами. Вы ни одного не увидите даже без перчаток. Мы раньше как-то пренебрежительно к этому относились. Что ты за пчеловод? И можно старшего поколения услышать в перчатках подошел, в рукавицах к пчелам, то ты уже не пчеловод. Ничего подобного. Шутки в сторону. Дело в том, что низкомолекулярный белок мелитин, мы об этом говорили перед этим, может бить по печени. И когда собирали яд, я занимался в начале 90-х сбором яда, сама технология сбора это просто, я не знаю, как лабораторные условия, противогаз, бокс, счищать этот яд со стекла засохший, затем хлористый кальций, высушивание, эксикаторы, целая музыка. И потом как-то резко эта тема закрылась. Оказывается, делали исследование на мышах и печень разлагается аж бегом от злоупотребления. поэтому не старайтесь тут не геройствовать, так как меня там я и не пухнуто, я и не краснею, никто не знает, что там в середине, как себя печень чувствует. Краснеет она или синеет, чтобы не посинеть потом вообще когда-то, потому что есть даже случаи среди пчеловодов, такие нервные точки попадают, если уголком конверта вот в акупунктуре все знают, но это в основном древнекитайские там технологии, не технологии, а учения, уголком конверта человека можно убить. Значит, есть такие нервные центры. Я ни один случай знаю по жизни, когда пчеловода вот попадала куда-то, особенно в область шеи, где-то мили-мили, какие-то мили-доли миллиметра рядом вот в точку нерв, и человека не спасли. Так что, думаю, разумно предостерегаться, не стараться накапливать, не радоваться тому, что ты не пухнешь, не краснеешь. Никто не знает, что происходит с физиологией, потому что это может накапливаться, накапливаться, а затем когда-то где-то выстрелит, и не будешь знать причины. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Я начинающий пчеловод Одесской области. Вот на днях смотрел в улики и в одном заметил следы поноса, осыпь, и семейка реально заметно уменьшилась в размере. То есть, клуб совсем небольшой, в зиму они уходили на шести рутовских рамках. Ну, то есть, есть ли какой-то совет, как мне отреагировать на эту ситуацию? Оставить их до весны, выживут, не выживут, или можно чем-то им помочь? Ну, на рамках и на ульях в середине следы поноса. Улик из тридцатки ППС, а дно сетчатое. Спасибо. Ну, вообще-то в таких ситуациях раньше практиковали еще ой-ой-ой, как давно технологически на колхозных пасеках специальные были палатки, делали сверху сверхранний облет. Как раз вот по причине того, что зимовали в основном на натуральных кормах, а натуральные корма переполняют кишечник в три раза больше, чем обычный сахар, зимок на обычном сахаре. И при длительных продолжительности зимы значительной в феврале уже делали сверхранние облеты. Затапливали печки, ну, типа такого парничка в теплице. И проводили даже это считалось уже не оздоровительные мероприятия, а спасательные, потому что не факт, что семья может не дожить, смотря на сколько затянется эти холода, кишечник уже переполнен, и там назематоз, а назематоз, раз уже пошли испражнения в ульях и по рамкам, то есть послабление семьи, то это наверняка третья, четвертая уже степень поражения назематозом. Это серьезная степень, желательно, конечно, в ближайшее время им облетаться, а помочь, я не знаю даже чем сейчас вам в этой ситуации помочь. Корма, главное, чтобы там были корма, и зимовали вы наверняка на натуральных, да, если на пасеке присутствует из года в год проблема назематозная, старайтесь подружиться с КАЗ-81, подмешивая в сахарный сироп, хотя бы килограмм по 7 на центральные рамки, чтобы ползимы пчела просидела, пропиталась вот этим лечебно-профилактическим кормом ползимы, плюс КАЗ-81, вот эти вот горечи все, они блокируют размножение и семьи дотягивают. Первая, вторая степень поражения назематоза проходит спокойно обычно, но с небольшими проявлениями следов поноса. Уже если третья-четвертая в это время, вот в феврале, а тут заходят холода, то дело, конечно, не радостное. Получится у вас организовать как-то сверхранний облёт? Ну, не думаю, если вы начинающий, может, попросите у кого пчеловодов постарше, кто этим когда-то занимался или слышал, или знает как организовать. Но спасение одно, как можно быстрее семье облетаться, освободить кишечник, тогда вы её спасёте, то, что осталось. Если она уже такая сама по себе и пчела чёрная, то там продолжительность её доживания уже незначительная. Если ещё серенькая, значит, можно побороться. То есть, вот эта рекомендация одна. Дать ей облетаться каким-то образом. Раньше это организовывали как закон технологический. спасибо. То есть, независимо от того, что там происходит в семье, есть, матка нет, то есть, основная задача это дать им облетаться. Просто в прошлом году в одной семье была не то, что похожая проблема, а уже ближе к весне перед облётами слышно, что как-то они себя странно вели, начали шуметь и тоже были какие-то следы поноса. но уже можно было так немножко покопаться там и посмотреть уже температура более-менее позволяла и обнаружили, что там нет матки. Ну, были запасные с небольшим отводочком объединили и нормально семья выжила, ну, то есть, вышла из зимы. То есть, я думаю, нет ли варианта может здесь матка пропала и как-то может попытаться в таком плане что-то сделать, посмотреть, ну, стоит ли туда лезть при плюс три. Спасибо. Если причина гибели матки, ну, у вас большого выбора все равно нет. Плюс три и она уже опоношена, ну, одной рамкой меньше, одной больше будет опоношенных. Смотрите, если проблема в отсутствии матки, значит, пытайтесь своими возможностями спасти ситуацию. Да, бывает очень часто безматочное состояние вызывает панику, начинается жор, а реагируют они в неактивный период только таким вот способом. Панически поедают корма. Причина, конечно, беспокойство. Беспокойство вызывает отсутствие матки в данный момент. Так что, можете рискнуть сделать ревизию такую белую, раздвинуть рамки и посмотреть. Если это южный регион, наверняка там у вас может расплод быть. После вот этих теплых, теплые недели матки возможно активировались и вы видите хотя бы так бегло, не поднимая рамки, даже так раздвигая. В общем, проведите диагностику и определите причину. Спасибо большое. Владимир Егорович, вот вы замечали, что если матка пропадает зимой, но находится в изоляторе, пчелы не так волнуются, а там ее с места на место якобы перекатывают, говорят, но находятся в нормальном состоянии. Да, конечно, я у себя не раз наблюдал это спокойствие при наличии одной погибшей матки в изоляторе. Вот такое небольшое достоинство еще изолятора в том, что нахождение матки, трупика этой матки в изоляторе все равно излучает какой-то ну, херомон не сразу пропадает, что-то она излучает и не вызывает в крайнем случае вот такой истерии, когда пчелы начинают распадаться клуб в семье. Конечно же, если облета не было, поедание кормов идет, как перед этим ситуацию обсуждали. Да, это нормальное явление, часто наблюдается. Вот без изолятора, когда она падает на днище, вот тут уже такого ощущения не будет. бывает, застряет даже в семьях без изолятора, в улочке на подморе, матка оседала, то есть застрявала на подморе, и тоже особой паники не было. То есть, ну, нормально это явление, часто можно наблюдать, и пчеловоды, каждый когда-то это видел у себя. спасибо. Ну, пока все молчат, разрешите поделиться информацией на тему дополнения к яду, как мы относимся к яду. То есть, пчеловод работает с пчелами, периодически терпит ужаривание, и у него вырабатываются антитела. Но, его спецодежда, перчатки, маска, постепенно насыщаются сухим ядом. То есть, пчелы по-любому возбуждаясь, ползая, это мы не замечаем, что они прокалывают, не прокалывают. То есть, тонким слоем этого яда. И потом, когда мы отдаем нашим любимым дочкам, женам эту одежду, они контактируют с этим сухим ядом, но не имея антител, поскольку их не жалят, вплоть до онкологии. То есть, мне попадалась такая предостережающая статья, вот, ваше мнение. То есть, там была рекомендация обязательно ваших близких, которые контактируют с вашей одеждой, то есть, условно сухим ядом, должны прививаться пчелами, то есть, ужаливаться, чтобы у них вырабатывались антитела. Ваше мнение, пожалуйста, спасибо. Какое, может быть, мнение? Ни отнять, ни добавить. Конечно, конечно, может быть, потому что контакт уже, если это сухой, наверняка его одежду берут и могут его вдыхать. Могут вдыхать его. Это напрямую идет в газообмен в альвеолах и в легкие. И там быстрее вызовет, конечно же, аллергические какие-то проявления. Так что, ну, я даже не рискну, не отважусь комментировать. Конечно, пускай помогают, подносят рамки, пускай периодически получают ужаление. У меня в семье проблема. Я один так как-то, я не знаю, попал в своем генеалогическом древе. Не до меня пчеловодов не было, не после меня и аллергики. Что интересно, окружают аллергики из числа моих близких родственников. Вот у меня работает дочь на пасеке. Она унаследовала от моего отца. Первые мальчики идут по линии матери физиологически, а первые девочки по линии отца. У моего отца страшная аллергия, я говорил, анафилактический шок, еле спасли. Но я пошел, слава Богу, по линии матери. Теперь у меня родилась дочь, она пошла по моей линии, но переняла гены аллергика отца моего. Вот так получилось, перебросила через поколение. И вот на пасеке она у меня когда работает, из начала я раздавлю изжало, то есть этот резервуар в пальцах и мажу как манту делается на запястье. Идет сразу же реакция небольшая, покраснение и могут капельки пота проявиться, может сыпь быть, чесаться может. Ну то есть даже выводят аллергиков, из аллергического состояния, вот таким постепенным контактом небольшой дозы, ну иммунизацию вызывают. То есть тупо говоря это та же прививка небольшой дозой. Затем идет до прямого ужаления и быстро вынимается жало. Хороший в Украине есть Заикин Виктор Кременчуг, у него целая там клиника сейчас по-моему по эпитоксина терапии. Он тоже рассказывал как выводит аллергиков. Тема хорошая, процедура эффективная по пчеложелению, но по причине аллергических проявлений не каждому можно ее применить. Всегда проверяет организм на реакцию, а затем если есть необходимость рекомендовать эту процедуру, значит выводят его из этого аллергического состояния. Поэтому на вашей пасеке, ваши родственники, ваше ближайшее окружение, помощники, тем более, если не часто, ничего страшного, пускай пройдет это пчеложеление такое автономное, индивидуальное, небольшое. А вот при сильном возбуждении пчелы иногда поднимаются на рамки вверх, поднимают жопы в воздух попрошайки. Я вот раньше думал, что это они просто как бы успокаивают сами себя, но при этом появляется специфический запах. А вот недавно я вычитал информацию, что они часть яда могут вот таким способом сдувать. То есть она поднимает жопу, выделяет микрокапельки яда и начинает сдувать. И когда их много, они насыщают яда, а все окружающее пространство, получается это тоже вредно для нас. То есть мы вдыхаем непосредственно пары яда это. Самое не больше у них работает не яд они выпаривают, а на соновое железо открывается. Может конечно быть и когда агрессивность проявляется, то есть они защищают гнездо, может быть и это. Ну в каком, как бы там ни было не сильно не сильно геройствовать, потому что это я. Вспоминайте всегда, что одно ужаление может человека взрослого с большой массой может просто убить. Значит нам, если у нас есть противостояние, если у нас иммунная система крепче, хорошо сразу после первого ужаления организм реагирует вырабатыванием антител, то это не значит, что там ничего, нигде не накапливается ни в печени, ни в почках, ни в еще каких-то железах, и когда-то оно чем-то рванет неизвестным для нас, и причины не будем знать. Когда я занимался ядом, сбором яда, делали эксперимент, печень, у крыс разлагалась печень за 24 часа при прямом контакте я не знаю как водили там через пищеварение или ужаление, но почему-то так происходит и все побросали эту процедуру это дорогостоящее там такие деньги обещали не до денег было жить важнее. Понятно, спасибо. Переду свой пример. В молодости когда жарили пчелы распухало тело укусит на голове в любом месте распухает лицо как вроде ты дрался все заплывает после чистки печени пчелы когда жарили уже практически такого воспалительного процесса не было печень сама это как фильтр токсины и все остальное проходит эмоциональных людей практически это больше пока женщин и мужчины тоже печень она блокирована то есть она зашлакована билирубином и через это ей сложно фильтровать вот эти яды поэтому организм реагирует сергей ну на самом интересном мы замолчали где у меня прервался связь организм реагирует начну сначала чтобы не упустить в молодости меня кусали пчелы после того как кусали распухало все лицо я почистил печень и через время заметил что пчелы которые кусают меня организм вообще никак не реагирует на это то есть прибухание и все вот если у нас печень она работает как фильтр и чистит то что попадает как токсичность какая-то в организме вот она забивается плюс эмоции когда блокирует печень она сжимается и желчь не выходит из печени та которая должна на пищеварительные вещества выделяться вот и она коксуется как билирубин Сергей опять пропали ну не знаю тут связь может такая не могу сказать что там последнее было билирубин остановились на билирубине понятно билирубин он блокирует печень то есть он забивает и фильтр этот не работает в печени вот кровь которая очищает ну функции ее это принести все питательные вещества а вывести от переработанные они практически через печень уже в плохом состоянии могут проходить поэтому почистить печень и тогда уколы вот эти вот запахи и все остальное человек не реагирует уже так болезненно и не распухает тело реагического состояния не так будем считать что Сергей закончил понятная информация в общем спасибо давайте продолжаем дальше да хотелось бы услышать Сергей чтобы сказал чем чистить печень а весовым он чистый или чем-то другим ребята я сейчас дороги я приеду домой кончится конференция я звуковое выложу как чистить все извините я хочу сказать по поводу яда меня пчелы ну когда работаю ну 5-6 за день жалят вот я чувствую себя вот допустим зима да вот а весной когда уже начинаю пчелами работать чувствую себя лучше а именно считаю от этих укусов потому что он как так яд этот разжижает кровь шум в ушах пропадает гемоглобин поднимается я считаю яд полезен у меня вот зрение весной улучшается когда пчелы начинают жалить и потом к зиме ухудшается снова в принципе нам никто не мешает жалиться и зимой зимой очки ношу Владимир Егорович находил я информацию после прошлого раза по связи гемолимфы и жирового тела оказывается есть прямая там короче получается гемоциты берут питательные вещества из кишечника доставляют их жировой в жировую жировое тело там таким образом пополняя запасы то что там нужно утилизировать оно тоже накапливается и потом трофоцитами значит забирается и выводится еще там еще еще там мочевая какая-то там кислота там тоже скапливается выводится то есть идет постоянный обмен средами между кишечником и жировым телом то есть вот сергей так из италии говорил что если обрабатываю кислотой то в первые сутки не происходит осыпи клеща а через сутки начинается вот может быть в этом и суть что постепенно она все равно попадает каким-то образом в желудочек там в кишечник и потом потихоньку гуморальным путем каким-то там какие-то через жидкостные среды вот через гимволимфу попадает жировое тело там достает клеща и тогда он насыпается допуская наука пока сама разберется в этом открытии потому что нам достаточно этой шокирующей новости что конкретно было питание гимволимфой сейчас непосредственно жировым телом вы говорите жировое тело формируется тоже там есть связи между кишечником и гимволимфой конечно же а как же по-другому может формироваться жировое тело конечно испытательные среды образующиеся через среднюю кишку гимволимфу оттуда уже накапливается на в антодермальной зоне на периферии это жировое тело здесь факт сам жидкой фракции питается гимволимфой или гелеобразной фракцией жирового тела непосредственно ну будем следить за дальнейшими исследованиями подтверждениями как бы там ни было и чем бы он не питался клещ значит остается пока самое эффективное средство и способ борьбы с ним это не давать ему поднять головы рвать непрерывный цикл его размножения ну и соответственно накопление а потом пускай наука нас рассудит со своими гимволимфами и жировыми телами а мы не будем давать ему накапливаться это верный способ надо настроить все чтобы именно так и было ну вот я что говорил-то что обрабатывал вот в конце не помню число не запомнил какое недавно неделю назад где-то так по 4 по 5 клещей в сутки на планшете оказывается после обработок хочу вам озвучить вычитал необычный способ борьбы с клещом смысл в чем берется рамка пустая по центру рамки вставляется полоска жести в ней свелится несколько отверстий 10 мм в эти отверстия вставляется ватка смоченная гумагенатом то есть гумагенат берется перед самым запечатыванием сама жесть пластинка смазывается обильно вазелином все это ставится в изолятор рамочный то есть в чем смысл клещ привлеченный запахом вернее привлеченный запахом вот этого трутня именно это берется трутневый гумагенат заползает в этот изолятор но тут как там был акцент нужно брать непосредственно перед запечатыванием как раз когда туда заходит матка вот эти вот феромоны которые матка чувствует и туда заходит в это время он до этой приманки не добирается он липнет слоями на вазелине то есть человек говорил что результат очень хороший то есть в чем как бы на мой взгляд плюс этого метода то что мы и так допустим боремся с клещом с помощью трутня а этот трутень он еще после смерти как бы дополнительно может привлечь к себе клеща если это действительно все работает и пчела не тратит сил опять же на следующий выводок этого клеща то есть популяция клеща заходит сюда ваше мнение на этот способ логика хорошая только не матка заходит а самка говорит клеща потому что у нас матка больше ассоциируется с пчелиной этой особью самка клеща конечно ну а что логика железная привлекает его почему именно на гомогенате перед запечатыванием потому что как раз перед на последних сутках перед запечатыванием заходит самка ворова в эту личинку ее сразу запечатают через какие-то там часы полсуток и все и пошел цикл размножения ворова конечно если это работает во-первых во-первых снимаю шляпу перед тем кто не сидит на месте додумался действительно вот такую ловушку придумал чисто без химии все красиво да согласен мне кажется тут может быть подводным камнем сколько продержится гомогенат чтобы он не протух потому что все таки летом температура в улье скорее всего наверно сутки двое придется ловушку просто менять эту саму приманку ну нам бы мед да еще и ложкой конечно менять ее мы хотели поставить так ее в апреле месяце и до августа чтобы она работала менять а кто помешает нам и в чем проблема менять постояло там сколько там сутки температура 36 да он долго не выдержит он потеряет свою привлекательность по чем там гормонам или чем он привлекает этот запах обновлять свежие это крайне случае ничуть не трудоемкое нежели строительную рамку ставить туда тратится время средства ничего все нормально победители не судят если это работает то ну честь и хвала изобретателю еще раз если можно объяснить смотрите как он делал эту ловушку что то не отложилось в голове ну смысл в чем берем пустую рамку ну 300 допустим не сдавая она без проволоки без сот без ничего пустая рамка в нее посредине крепим пластинку жестия ну на всю рамку в этой пластинке сверлится несколько отверстий 10 миллиметров там 8-10 без разницы в эти отверстия вставляется ватка ватка является просто как фитиль для гумагината вся пластина смазывается каким нибудь липким материалом ну в том случае описывали как вазелин вся вот эта рамка ставится в рамочный изолятор то есть пчела туда не попадает она не пачкается об этот вазелин она абсолютно туда никак не касается но клещ привлеченный запахом гумагината причем гумагинат должен браться перед самым запечатыванием и как правило как меня правильно как меня поправили самка клеща на этот запах идет именно туда проходит сквозь сетку в которую пчела не проходит и липнет ровным слоем на вазелине даже не доходя до ловушки интересно надо попробовать единственное что сомнение вызывает это то что он кроме того что он реагирует на запах он еще реагирует на тепло у него два вида рецепторов здесь видимо игнорирует он что ли ну надо попробовать короче ну в личинке в стадии имага имага еще тепла наверно нет столько это же уже когда она запечатанная вырабатывает сама генерирует тепло ну я думаю что должно получиться то есть ну не знаю насколько правда товарищ говорил результаты сами удивитесь какие впечатляющие смысл еще этого всего что это работает ну круглый сезон летний вместо строительных рамок то есть постоянно то есть там не ослабляется сила пчелы на строительство трутневых сот которые мы выкидываем это все как бы энергия пчелы ей так будет чем заняться то есть трутень который мы уничтожили он после смерти по как бы еще раз поможет нам ну я попробую обязательно если это будет работать то обзавидуюсь весь обзавидуюсь что не я изобрел скажите еще вот это нужен изолятор или можно просто рамку оббить с обоих сторон сеткой наверное чтобы никакого изолятора не надо ну смысл именно не допустить пчелу чтоб она там не слизывала этот бумагенат они же как бы его по-любому заберут они же не бросают в природе ничего на ветер поэтому любым способом ограничить пчелу да я думаю можно саму рамку даже вот строительной штукатурной сеткой мелкой правда только надо 2,5 миллиметра можно ей пробовать ну и наверное чтобы можно открыть пополнить запасы гомогената и опять закрыть так получается ну да мне кажется там не пополнить а скорее всего ватку придется менять потому что он просто протухает же там же все таки органика то есть изолятор на эту тему наверно как бы более споручный если он в хозяйстве есть хотя он больше места занимает как бы охлаждает гнездо то есть наверное с рамкой будет интереснее то есть отдельно их можно ставить несколько слева справа там то есть как бы сутки тянуть не будут там то есть энергию туда не тратят поэтому можно пробовать их по несколько вариантов ставить ну я так подумал можно еще посредине рамки сверху в их резервах где-то на 5 миллиметров или на 7 полосу и в эту полосу вставлять просто металл вот этот уже заряженный потом вынул перезарядил и опять вставил в середину ну там получается при засовывании этого материала листового чтоб вазелин и ватки эти которые будут выступать логически не повредились то есть вазелин может сняться тогда пошире фрезеровать паз ну миллиметров наверно 8 тогда наверно тоже кстати может получиться вполне ну в общем надо пробовать и тренироваться и что-то получится если кто-то попробует просьба не засекречивать данные а там в середине сезона выложить как получается я тоже в этом году хочу попробовать давайте обменяемся мнениями как это работает не работает потому что может быть это выход мы что привыкли все травить а почему бы не заманивать его в другое место допустим этого клеща именно приманками всякими да тут кто-то может так изобретет там кто-то так главное что сам подход сам принцип в смысле он уже так логически вроде как бы должен быть нормальный что приманить именно гомогенатом там уже там кто на что гораст да будем друг друга информировать а там уже как бы флаг в руки как говорится нашим химикам потому что всякие присадки аперо которые уже немерено всяких там разного качества то есть они реально аж работают аперо и возможно выпустят феромонную какую-то мазь наподобие гомогената то есть не будем даже и париться то есть для них тоже это как бы деньги нам это в пользу будет а я еще хотел спросить гомогенат вот это раствор с медом уже должен быть или просто выдавливать личинки как это правильно так до меня очередь дошла спасибо ну по логике конечно он должен быть свежий почему и быстро быстро менять ну относительно быстро и делать вот как вы сказали кассеты вставные хорошо в спокойной обстановке зарядить эти ватки вставить их несколько кассет таких взаимозаменяемых сверху фрезерованное отверстие в паз вставили очередную закрыли планкой там или чем как там она будет выглядеть прошло время сутки двое никаких никаких разборок гнезда делать не нужно знаешь где она стоит открыл улей вытащил 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 эту кассету не кассету ну обойму поставил свежую и насчет запахов да может быть почему бы и нет все равно должны определить на что он реагирует и почему как там и вот раз уже затронули тему почему именно сам колорова заходит в личинку старшего возраста перед запечатыванием и в акимово я читал что именно эта личинка перед запечатыванием перед фазой трансформации то есть перед метаморфозом у нее меняется возможно гормональный гормональный фон в этой личинке и если сам колорова не употребит в пищу именно гемолимфу личинки этого возраста последнего дня перед запечатыванием созревание сперматозоида не произойдет у самок ну процитировал процитировал чисто о королова поэтому как насколько химия сможет отуловить этот момент ну наука на месте не стоит думаю придумать сейчас такая парфума так хорошо видите как мы под конец какие у нас взрослые темы обсуждается так давайте еще пару вопросов и буду я наверное прощаться с вами я хотел еще дополнить и вернуться по поводу фитомедов ну как бы это не фитомед у меня был когда после первой откачки зацвел хорошо пустырник или вот называется она собачья крапова вот и он сильное очень сильное лекарство против давления снижает давление вот я знаю уже несколько случаев таких спасались бывают даже не помогают лекарства вот такие медицинские вот длительно не помогают а вот пустырник начинают принимать и довольно хорошо успокаивается давление и вот моя пасека стояла в лесу и как раз хороший взяток был с пустырника ну я об этом так просто догадывался и я дал продавал мед и меня взяли я говорил попробуйте от давления именно на пустырнике стоял и люди были в восторге ну это было взяток а вот если настаивать пустырник я так конечно не пробовал в этом году попробую чтобы фитомед настаивать но я не знаю какой вкус у него будет может быть горчить или что-нибудь ну я думаю что если не все же растения просто так можно настаивать это же должен быть какой-то результат я почему акцент сделал на дружбу с травниками и концентрация концентрация тоже конечно же на усмотрение попробовать одну партию пробную и на вкусовые качества и на эффективность и все но у нас кроме как методом тыка никак не получится потому что наука занята своими проблемами там где-то аптечными а раз мы уже занимаемся пчеловодством серьезно значит на нашей на нашей совести так если можно выразиться все вот эти вот эксперименты как правило пчеловоды что-то новое делает на себе вначале на своих семьях а затем уже в предположительном эффекте выдаем в народ так и везде хоть в этом фитомёде тоже самое аккуратно с небольшого количества определять вкусовые качества то есть как органолептика будет себя чувствовать ну и стараться по сочности самого растения делать концентрацию такую чтобы мёд не повысил свою влажность выше 20% пчеловоды знают что 21 это уже граница закисания почему и гумагенат маточное молочко делает двухпроцентным его можно хранить в холодильнике двухпроцентный это значит влажность мёда смешанная то есть мёд смешанный с гумагенатом а там 74% влажность или смешанный с мёдом там 65 по-моему то есть не даст не даст он повышенной влажности выше границы закисания тогда можно хранить в холодильнике просто все остальные высокие проценты 10 и выше а тем более гумагенат у меня один к одному с мёдом конечно там мёд разжижается до 30 и больше процентов влажности то хранение только в морозилке всё опытным путём и на себе пробовать Владимир Георгиевич разрешите ещё раз задать один вопрос на тему клеща то есть поделюсь своей идеей это моя личная идея мне просто интересно ваше мнение стоит её развивать или нет то есть идея заключается я её назвал экспресс метод проверки заклещённости в чём заключается мини термокамера работает по 12 вольт то есть в пасечных полевых условиях то есть плоская камера есть же цилиндрические камеры есть плоские камеры в термокамерах в плоской термокамере в чём её фишка в том что в ней за счёт мощных нагревателей там специальных там расположение вентиляторов температура обработки те же 48 градусов но за 6 минут если в цилиндрической там до 15 минут то здесь 6 минут и как бы всё готово то есть в чём смысл берём в меню пчелы там полстакана пчелы с любой рамки струшиваем кидаем её туда подключаем прикуриватель через 6 минут ну технически это всё как бы не сложно мне вот интересно ваше мнение вообще есть смысл эту идею дальше развивать то есть через 6 минут мы уже считаем клеща причём не убивая как бы пчелу и ещё и мало того это пчела которая полстакана она практически обработана можно закинуть её обратно то есть мы зато будем знать в любое время любую семью можно быстренько протестировать после наших обработок то есть на фасеке дома то есть без разницы смысл понял вас вы опять прерываться начали смотрите всё хорошо всё красиво единственная единственный меня вопрос вы будете брать живую пчелу взрослую из любой рамки или из несколько рамок ну как и тестирование в принципе делают по заключённости когда пчёл варят там определённое количество и он осыпается клещ но основная масса клеща будет находиться в печатном расплоде если это всё проводится в течение активного сезона значит основная масса клеща находится в печатном расплоде и трудтовый ещё будет расплод и пчелинный и мы проверив на взрослой пчеле какое-то количество конечно же упадёт но я не знаю как это будет выглядеть в пересчёте насколько нужно умножать и правильно ли мы получим правильную картину от того сколько же на самом деле там находится в этом печатном расплоде какие самки выскочили успели в этот момент что мы их забрали для прожаривания или может наоборот она нам ничего не покажет попали в такую ситуацию а его там кишит в печатном расплоде а на взрослой пчеле показал минимум мы расслабились и идём дальше по сезону поэтому это единственное но наличие печатного расплода а его там 90 процентов даже больше в печатном расплоде клеща как взрослая пчела в этом случае может более-менее точно продиагнозированное показать общую картину по заклещённости хочу быть конечно неправым чтобы вас вашу идею не не навести смуту на ваше желание попробовать но такое раз мнение вас заинтересовало моё вот такое оно неутешительное ну то есть получается точный тест будет в безраслодный период и терминно-осенняя обработка ну на эту идею натолкнулось то что все считают средства которые работают против клеща их эффективность по падежу клеща а моё мнение что надо считать по тому клещу который остался на живой пчеле потому что ну некорректно как бы могло средство не сработать могло плохое он не сыпется сосед обрабатывал двадцать раз у него тоже не сыпется то есть не сыпется это не показатель вообще клещ есть или нет а здесь как бы ну да я с вами согласен что в безраслодный период получается более корректно будет показывать картину спасибо так коллеги молчим ну еще одну попытку на вопрос если тишина значит будем прощаться а вот а вот вы сказали что сперматозоид не разовьется в самке это что-то как-то у меня здесь я понял что пробел а почему он должен не развиться а самцы как что-то здесь непонятно если нетрудно объясните пожалуйста когда самец оплодотворяет самку он ей передает проспермий несозревший сперматозоид одним словом дозревать он будет дозревать он будет у самки когда она возьмет в пищу гемолимфу личинки старшего возраста перед запечатыванием как этот механизм биологически устроен или химически не знаю но дозревание сперматозоида до способности сформировать эмбрион у самки то есть когда будет уже появляться протонимфа это дейтонимфа они не появятся если не созреет там сперматозоид в этой самке открывайте Акимова у Стименко чистые окорологи и если вас это эти тонкости интересуют можете познакомиться но не случайно перед запечатыванием берется и ныряет она туда могла раньше нырнуть эта самка для меры предосторожности как инстинкт самосохранения но именно почему-то перед самым запечатыванием чем это связано доказывает что это именно причина питания питание этой личинкой личинкой старшего возраста перед запечатанием спасибо понял я хотел бы сказать по поводу ловушка думаю думаю значит это просто конечно ничего там сложного нету там гетинакса кусок или там жести кусок липучкой какой-то намазал чтобы клещ прилипал шнурок обмакнул этот гемогенат обмотал вот и между двумя сеточками изолятор такой сделал поставил между рамками допустим вот мне непонятно как клещ значит из рамки допустим который рядом стоит или там на пчеле он сидит да попадет через сетку на эту пластину он летает или прыгает как тем более пчелаш на эту на эту ловушку не будете ну как сказать пчела будет на рамках сидеть но не на ловушке я попробую прошу прощения у автора перехвачу инициативу свое соображение скажу а потом уже если захочет человек скажет смотрите тут сложного ничего в принципе нет эта сетка продвигается миллиметров как изолятор я ставлю в зиму в семью минимальное расстояние от изолятора до рамки то есть улочка там получается где-то миллиметров пять чтобы только проходила пчела точно так же что эти сетки то есть этот изолятор рамочный пускай он будет продвигается с одной и с другой стороны к самим почти рамкам расплодным где находится пчела тут расплод пчела кормилица конечно же мигрируя из ячейки в ячейку клещ он будет находиться предварительно какое-то время на взрослой пчеле она будет впритык к этой сетке а тут запах гомогената конечно по сетке она там будет перемещаться на сетку заскочит и и сама пластина тоже должна быть где-то вблизи то есть сетка вблизи к пластине чтобы клещ мог там ну не прыгать не летает конечно же он ну все есть есть тема есть логика инженерная мысль и уже слесарные способности каждый проявит сам как это будет главное что логику включите максимально помочь клещу прилипнуть к этой пластине с вазелином и сократить ему этот путь от пчелы через сетку до этой пластины ну а теперь послушаем пожалуйста кто эту тему затронул так убежал наверное уже да кто говорил о ловушке ребята коллеги отзовитесь да это я все голову ломаю я услышал про эту ловушку дело в том что я так считаю вот смотрите я сколько наблюдал видел что допустим клещ сидит на пчеле значит на грудке она там пытается его средней лапкой столкнуть с грудки вот он побежал на голову она передней лапой раз его и столкнула думаю где же он делся наблюдал специально он как-то под нее под пузо полез я начал искать его и так и не понял куда он в ячейку скачал или же на пчеле остался вот ну дело в том что вот смотрите пчела значит с клещом находится на рамке допустим здесь уже распоз закрытый пчела значит переходит кормить на другую рамку где расплод именно доходит до запечатывания вот клещу надо перебраться на пчеле на другую рамку я так понимаю сам клещ допустим если пчела не перенесет он останется на этой рамке ну давайте мы не будем усложнять перешел весь печатный если на то пошло то ловушка этот изолятор с ловушкой будет ставиться как раз между открытым расплодом там где перед запечатыванием но все на усмотрение и возможности пчеловода конечно мы не будем ставить а тем более на на край гнезда это все будет ставиться где в зоне открытого расплода там где вероятность его перемещения от швендине максимальная все кто хочет тот ищет возможности и не будем усложнять еще не не видя не зная что на самом деле мы получим самое главное есть есть идея так ну все ребята еще вопросы я пошел разрешите дополнить по чему от этой ловушки то есть тут переживает как туда попадет клещ дело в том что тут будут совпадать интересы пчелы и клеща мы все видели когда гомогенат попадает на рамки сверху как его начинает сразу забирать пчела я думаю что пчела не меньше привлеченная запахом гомогената пойдет на эту ловушку и повезет на себе как на такси клеща поэтому тут ему останется только спрыгнуть и пересекти эту сетку и тут он уже поймался доброго времени суток всем на канале в эту же тему кто видел как перемещается клещ по рамкам он перемещается и без пчелы очень и очень активно попробуйте его еще догнать не обязательно чтобы он пчелу использовал как такси в движении к гомогенату и в ту же тему этот изолятор можно я думаю положить наверху рамок сверху рамок да то есть знаем что в верхней части тоже по углам есть закладки трута то есть между улочками сверху даже небольшой изолятор в виде изолятора для матки скажем так вот что то в этом виде поместите внутрь ватку пропитанную вам и будет ловушка то есть это грубо говоря подкрышник снизу натягиваем сетку в покрышник ставим приманку разными способами закрепляем и тот же вариант единственное что насколько устроит верхнее расположение клеща туда заходить там температура все таки будет повыше а ему вроде как не сильно высокая ну клещ где располагается в каких местах внизу рамок и в верхних углах да то есть в этих зонах над гнездом по бокам по крайним рамкам я думаю что клещ больше всего стремится туда где он будет размножаться а это расплод ну ладно как бы там не было все нормально хорошая тема для размышления и для информации к действию так ребята все доброго спасибо всем за участие модераторам большое спасибо за хорошую качественную связь зимуем никому не болеть семьям пчелиным нашим дозимовать желательно без потерь ну и до следующей общении в эфире назвала всего доброго до свидания велик красавиesus я такое с дым вероят пчели то вы можете Продолжение следует...